Я всех приветствую, дорогие подписчики и гости нашего канала. Меня зовут Данил и добро пожаловать. Никогда такого не было и вот опять. К нам в магазин приехали новые ножи от компании Даггер Найф. Поехали разбираться, что там новенького. На самом деле такое ощущение, что буквально месяц назад приезжали новые даггеры. Были вот эти здоровые ножи. Но под конец года они походу решили нас сильно порадовать и выпустили еще несколько новеньких моделей. Начнем непосредственно с новенького. Это моделька Sparrow. Общая длина ножа составляет 220 мм, из которых на длинок отмерено 93 мм, с толщиной по обуху в 3,2 мм. Ну а заявленная твердость это стандартные 58-60 единиц по шкале Rockwell. Остальная же длина, то есть 128 мм, это рукоять. В данном случае у нас накладки из белого G10 с черненой фурнитурой и клинком непосредственно. Ну а весит эта складная модель 109 грамм. Sparrow является собой, ну как это вам сказать, уменьшенной версией Perrot. Почему? Да потому что у него очень похожий абрис и непосредственно замок ножа. Это, так сказать, push-button lock, только немного по-другому переработанный. У него с обратной стороны есть лайнер, который подпирает клинок в открытом положении, а с помощью кнопки мы непосредственно отжимаем этот лайнер. Для открытия у этого действительно неплохого ножичка используется флиппер. При этом флиппер вынесен практически как фронт флиппер и имеет очень мелкую насечку, благодаря которой палец за него цепляется, ну прям в любом положении его можно легко открыть. Клинок же имеет более стандартную форму. Я это почему говорю? Дайгер последнее время очень любит экспериментировать. Ну а здесь у нас стандартный дроппоинт, спуски практически от обуха. Есть небольшая голомень, закреплять в заточную систему будет удобно. Сведен он примерно в 0,5-0,6 мм на кончике 0,6. Ну а в осевом узле используются подшипники. Какие? Хороший вопрос. Шучу, они там керамические. Лайнеры у ножа также присутствуют. При этом они тоже черного цвета, то есть подблэквошенные. И они полностью прячутся под накладку из белого G10. За белый G10 даггерам отдельный респект. Немного производителей, которые выпускают такие ножи, поскольку белый довольно маркий. Это действительно факт. Но такие ножи на рынке быть просто должны. Потому что это стильно и это смотрится круто. При этом, кстати говоря, название у этого Sparrow это Stormtrooper. То есть это штурмовик. Из тех самых Звездных войн, которые имеют белый-черный окрасок. У него присутствует стальной бэкспейсер, который закрывает практически половину от длины рукоятки. И в нем располагается интересное темлячное отверстие. Даггер вот в этом плане все еще продолжает экспериментировать. Ну и конечно же есть фирменная клипса. Это кричащий черепок, который перекидывается на левую сторону. Очень интересная модель. Очень в размер. Я бы так сказал, они попали, потому что Parrot был довольно крупным ножом. И требовалось потребителю что-то вот такое. Ну и также они сумели хорошо уменьшить габариты. Знаете такую историю, когда пытаешься что-то уменьшить, что-то где-то, ну так сказать, не дорабатывается. Здесь же все сделано грамотным. То есть рукоять хорошей формы, хоть и не совсем привычной, но хорошей. Нож хорошо сидит в руке, что в таком вот молоточном хвате. Даже в обратном хвате. То есть пальцы ничто нигде не наминает. Ну и в принципе сам по себе вот этот фиджет-фактор, когда мы играемся ножом на ETC, здесь выполнен очень-очень хорошо. Короче говоря, Sparrow мне как моделька, как новинка понравился. Продвигаемся дальше и расскажу про Vendetta в новом исполнении, но тоже, конечно же, в вариации Stormtrooper. Есть в других они цветах, есть в зелененьком. Но вот это мне нравится просто больше всего. Что изменилось в ноже? Это основное, о чем будем говорить. Общая длина ножа составляет аж 280 мм, из которых 127 мм отмерено на клинок. Сделано из стали Vigie 10, имеет заявленную твердость в 58-60 единиц по шкале Rockwell'а, и толщину по обуху в 3 мм ровно. Вся остальная длина это рукоять, ну а весит данная складная модель у нас получается практически 200 грамм. Если быть точным, то 194. Конечно же, толщина по обуху здесь только в одном месте. Это непосредственно на голомене, поскольку профиль клинка здесь спирпоинт, причем конкретный такой спирпоинт. Ну и есть, конечно же, фальшлезвие, есть спуск, который сведен в 0,5-0,6 мм, и есть плавник флиппер. Плавник флиппера. Опять я за эту тему. Есть флиппер, за который открывается этот нож. У него есть такая же насечка, как и на сперлу, только чуть-чуть у нее шаг побольше. Но работает действительно круто. Палец за нее цепляется. В любом положении нож можно открыть, а благодаря подшипникам в осевом узле механика у ножа просто прям вот бах! Он закрывается под собственным весом вообще без каких-либо проблем. Обработка Blackwash точно так же, как и фреймлок на этом ноже. Это непосредственно главное изменение, которое претерпела Виндетта. Изначально, по-моему, они выпускались на лайнер-локах. А теперь здесь такой довольно толстый фрейм со стопорной шайбой, чтобы невозможно было отжать фрейм дальше, чем этого требует сам нож. Ну и согласитесь, смотрится довольно брутально и круто. Также присутствует из интересных нововведений. Это логотип компании Dagger Knife на осевом винте со стороны накладки непосредственно, а с обратной стороны осевой сделан под плоскую отвертку. Это очень правильное решение, поскольку не все все еще обзавелись торксами, не все их хотят использовать, а вот отвертки плоские, я уверен, есть дома у каждого. И можно будет спокойно подтянуть осевой винт. Продвигаемся дальше по изменениям в Виндетте и претерпели изменения Backspacer с темлячным отверстием. В данном случае он снова у нас выполнен из стали, темлячка вынесена довольно далеко вперед и немного выбивается за общепринятую модель рукояти у Dagger Knife. Но, на мой взгляд, это хорошо. Почему? Да все просто. Когда мы держим нож обратным хватом, сюда идеально ложится большой палец, и нож можно будет куда-нибудь ваткнуть. В принципе, по изменениям в Виндетте, так сказать, в базе, это все. Но они выпустили еще и лимитированную версию с дамаском на клинке. И между этими двумя ножами, кстати, не только в материалах отличие, но и в слесарной обработке. Давайте я стараюсь это вам показать. Если на Виндетте Stormtrooper у нас конкретные прямые спуски и на фальш-лезвии, и непосредственно на спусках, то вот на версии с дамаском, почему, не знаю почему, но здесь идет, так сказать, скругление. Тут нету ровных четких линий на клинке. Все сделано, так бы, как сказать, в линзу. Фитча это или баг, я не знаю, как задумывалось компанией-производителем, но рассказать об этом я просто обязан. В остальном же абрис рукояти точно такой же. Материалы по рукояти практически такие же, за исключением карбоновой накладки на накладку из G10. Получается, она карбоновая наклейка, а все остальное это привычный нам черный G10, который используется на всех ножах. И еще один момент. Обработка. Если в версии Stormtrooper у нас идет конкретный такой black wash, при этом еще и тактильно приятный, то вот здесь идет галтовка, то есть stone wash, и после этого полирнули еще на, видимо, войлочном круле все это тело, и нож стал чуть-чуть скользкий. Это тоже надо учитывать, когда выбираете между этими двумя вариациями. Пока немного передохнем. Перед последней новинкой я хочу напомнить вам про то, что у нас есть телеграм-канал Ножевые новости Ножикова, подписчики которого получают самую быструю актуальную информацию о новинках, о поступлениях в наш магазин, ну и, конечно же, о том, что будет выходить в ножевом мире или уже начало выходить, да? И еще там есть прикрепленный ножевой чат. Ножевой чат ножиков.ру, среди подписчиков которого происходит приятное общение каждый день на различные ножевые и не только темы, а еще подписчики иногда получают от нас очень приятные бонусы. В общем и целом, ссылочка в описании, мы продолжаем. Последней новинкой в этом видео будет фиксированный нож от компании Dagger Knife. Называется этот малыш Sharks. И это нож скелетного типа. У него 8 Chrom 13 в качестве стали на клинке, как бы, но он весь выполнен из нее с общей длиной в 134 мм, длиной клинка в 53 мм и толщиной по обуху в 3 мм. То есть у него 3 мм по обуху и непосредственно по рукояти, ну а весит он без ножен всего лишь 31 грамм. Форма интересная, форма самого клинка понятна. Рукоять имеет же довольно специфическое расширение, ближе к непосредственно мизинцу. Чтобы сделать рукоять более объемной, есть возможность обвязать эту рукоять паракордом, поскольку темлячка как раз таки может служить крепежным таким элементом для оплетки. Ну а ножны выполнены из кайдекса, при этом он к нам приехал в двух цветах. Есть вот такие вот обыкновенные черный кайдекс, есть оливковый. Он в них, соответственно, вот так помещается. И отдельно про что хочется поговорить, это клипса. Благодаря этой клипсе нож в ножнах можно быстро поместить на пояс, ну и чуть медленнее, но все равно быстро его оттуда снять. Клипса такая гнутая конструкция, при этом она во всех версиях с кайдексом подполированной стулун вош идет. Вещь интересная, вещь не шибко дорогая. 2000 рублей, то есть на момент 16 декабря 2022 года эта штуковина стоит. И почему бы, собственно говоря, и нет. Это очень приятный городской такой фиксированный ножичек. Можно использовать в тех самых случаях, когда в свой складень жалко, а что-нибудь там подковырнуть, подрезать нужно. В общем и целом, вот такие новиночки от компании Dagger Nice к нам приехали. Они уже есть непосредственно на сайте. Поэтому ссылочки на них в описании, а я буду заканчивать. Обязательно пишите в комментариях, как вам. То есть Sparrow, новые Vendetta, Sharks непосредственно вот этот. Что понравилось больше или что вообще не понравилось, тоже будет интересно почитать. А мы с вами увидимся на следующей неделе. До скорых встреч на нашем канале. Пока!